Общественная палата вновь настаивает на природном статусе зауральной рощи, чтобы никто не смог застроить территорию многоэтажным жильем. На заседание общественники потребовали поставить всю территорию парка на кадастровый учет, создать дирекцию для рощи для контроля и организовать экспедицию с участием экологов. Вот именно сейчас Дом РФ и Министерство архитектуры Оренбургской области обратились к жителям, они провели там типа это квеста, пригласили там какую-то аудиторию к участию. Это хорошо, мы сегодня это приветствуем, но мы хотим, чтобы они услышали наш голос сегодня. Вот без придания статуса и определения границ, о чем мы говорили, не надо никакой концепции разрабатывать. Это так и будет. Кто-то скажет, я тут буду строить высотные дома, кто-то будет рестораны там строить и так далее, и мы потеряем все это. На заседании прозвучало, что вот уже 30 лет парк никак не могут привести в нормальное состояние. Общественность только и слышит о разного рода проектах, до реализации которых руки ни у кого не доходят. Были среди них и проекты с жилой застройкой. В 2015 году был представлен проект инициативной группой девелоперов, где авторы оставляли от парка 157 гектар, то есть ровно половинили территорию парка. Остальная территория 160 гектар планировалась и презентовалась под жилую многоэтажную застройку, плюс спорт-объекты, торговля, деловой центр «Сердце Евразии». Отметьте, в начале августа за Уральную рощу посетили архитекторы Дом.РФ, компания, которая до конца 2021 года разработает план ее благоустройства по заказу регионального министерства архитектуры. На встрече ЮТВ задавала вопрос о возможных планах на строительство. Этот кадастровый участок, маленькие там сзади, у них просто не другое вообще землепользование, то есть это как бы невозможно. Но, по крайней мере, такой задачи у нас-то точно нет. О том, что Зуральную рощу нужно юридически защитить, единогласно поддержали все присутствующие на заседании. Общественники одобрили план действий, предложенный Союзом архитекторов. К сожалению, он носит рекомендательный характер. Свои доводы участники планировали донести до министра Натальи Ибрагимовой. Однако на приглашении посетить заседание она не отозвалась. Отметим, что в списке приглашенных был и первый заместитель мэра Сергей Салмин, который тоже не пришел.